В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Интернет захватил мир. Информационная безопасность в сети интернет актуальна как никогда. В Совете Федерации России состоялся круглый стол на тему «Влияние информационной среды на общественное сознание». Совещание проходило в формате видеоконференц-связи. От Ненецкого округа участие в нем принял заместитель председателя собрания депутатов Максим Арбузов. Максим Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Максим Николаевич, какие вопросы были рассмотрены на этом совещании? Безусловно, как уже ясно из названия, это вопрос, касающийся информационной безопасности, безопасности людей, безопасности данных этих людей, которые находятся в сети интернет. Совершенствование правовых механизмов противодействия распространению запрещенной информации в сети интернет, защита личных данных пользователей. Ну и еще один из вопросов – разработка правил и регулирующих норм работы глобальных интернет-компаний на территории Российской Федерации. Ну, если уйти глубже в детали, то, например, рассматривался вопрос о трэш-стримах. О том… Что такое трэш-стримы? Трэш-стрим – это потоковое видеовещание, в котором показывается неприемлемый видеоконтент. Вплоть до насилия, издевательств. Бывало такое, что трэш-стримы заканчивались смертью того человека, который этот трэш-стрим проводил. Соответственно, это оказывает большое влияние на людей, негативное. Понятно, не надо объяснять, почему. И законатели пришли к тому, что необходимы меры воздействия на интернет-ресурсы, которые позволяют таким трэш-стримам существовать. Например, рассматривается вариант уголовного преследования самих трэш-стримеров и организаторов этих стримов. И очень крупные штрафы для интернет-ресурсов, в форме которых эти трэш-стримы происходят. Максим Николаевич, а почему эта тема актуальна? Почему вообще это настолько актуально, что возникает необходимость на законодательном уровне регулировать эти процессы? Ну, смотрите, на данный момент, на конец 2020 года, около 95-96% россиян пользовались интернетом. Это 95-96 миллионов человек. Они заходят в интернет ежедневно, используют его для работы, для поиска информации, для чтения новостей, для просмотра какого-то интересного видеоконтента. Наиболее активными пользователями являются молодежь. От 12 до 35 лет. И они делают это ежедневно, и из них 97% всей этой молодежи в возрасте от 12 до 35 лет пользуются интернетом крайне активно, на постоянной основе. То есть, как говорят сейчас, живут в сети виртуале. Постоянно гаджеты, телефоны, смартфоны, компьютеры, лаптопы и так далее. И каждый из них просматривает контент, он потребляет эту информацию, и в то же время он является сам автором этой информации. И, как мы понимаем, толстых Антуанов де Сент-Экзюпери среди нас не очень много. То есть, такие таланты на миллион. Поэтому информацию, которая размещается в сети, далеко не всегда соответствует действительности. Это первое. Она может быть ошибочной, она может быть неверной или содержать не всю полноту информации для правильной оценки того или иного явления или события. Ну и плюс, соответственно, она может быть в корне неправильной изначально. То есть, подача этой информации сделана таким образом, чтобы вводить людей в заблуждение и возбуждать в них те или иные эмоции или направлять их в мысли в том или ином направлении. То есть, это еще один инструмент управления обществом, манипулирования сознанием общества и, соответственно, его развитием и движениями в текущем моменте. Если раньше это были книги, то есть мы уходили в виртуальность, читая книги, в голове у нас рисовались пейзажи, события, потом появилось телевидение. Ну, естественно, я не забываю о театрах, балеты, опера, мюзиклы и так далее. Это тоже уходит в виртуальную реальность. Сейчас же это все концентрировалось в интернете. Мы меньше смотрим телевизор, ну и даже зачастую мы по телевизору смотрим интернет. Те же самые программы, которые позволяют нам смотреть фильмы или выбирать передачи. То есть, уйти от телевизионной сетки и выбирать то, что нравится прямо сейчас. Вот есть полчаса и смотришь, что тебе хочется. Интернет достаточно неуправляемая штука. Если законодательство в том, что касается размещения детской порнографии, каких-то жестких вещей достаточно урегулированных, то в плане всего остального контента это делать достаточно сложно. Люди сами придумывают контент, сами его размещают. Ну и, естественно, когда мы пользуемся интернетом, еще один важный момент. Мы оставляем в интернете свои личные данные. Я уже не говорю о соцсетях. Это дата рождения, друзья, контакты, возможно, покупки. Сейчас соцсети позволяют это делать. Информационный след. Мы отмечаем, лайкаем фотографии знакомых, пишем комментарии. Соответственно, мы уже свой ментальный след там оставляем. Также там остается след финансовый. Мы совершаем покупки. Наши данные из карточек остаются в соцсетях. Ну и в интернет-базах данных. И вот одно из направлений работы госорганов сейчас – это защита вот этих баз данных и прав пользования ими. Насколько и какая информация может быть использована тем или иным агрегатором той или иной компании. Это очень важно. И глобальные компании, о которых я сказал в начале этой программы, так как интернет экстратерриториален, то есть он не находится в стране Российской Федерации, он находится на всей планете, то юридически с этим работать сложно. И компании глобальные, они прекрасно используются бигдатой, теми данными наших граждан, которые зарегистрированы в их соцсетях. Вконтакте компания зарегистрирована, насколько я помню, в Швейцарии. Google – глобальный гигант. Я даже не знаю, где они зарегистрированы. Возможно, они в нескольких местах и в нескольких компаниях. Apple, Facebook, Instagram, Twitter, Clubhouse. Они находятся физически не на территории Российской Федерации. Они на серверах. Сервера могут находиться где угодно. И сейчас, например, в Государственной Думе рассматривается вопрос в том, чтобы обязать эти компании, глобальные интернет-компании, иметь представительство, свои офисы на территории Российской Федерации, юридические лица официально зарегистрированные, чтобы можно было с ними уже взаимодействовать в юридическом поле, позволять или запрещать те или иные вещи. Недавний прецедент. Это выбранная компания в Соединенных Штатах Америки, где компания Twitter взяли и заблокировали аккаунт на тот момент действовавшего президента Соединенных Штатов Америки Трампа. И он ничего с этим сделать не смог. Соответственно, некое преимущество было предоставлено Байдену. Ну, и он в итоге победил. Еще один интересный факт об этой же компании американской. Джо Байден сделал в одной из интернет-игр, выкупил остров, виртуальный остров, и сделал на этом острове свой предвыборный штаб. Соответственно, он находится не на территории Соединенных Штатов Америки, и на этом острове они внутри игры могут вести любую агитацию. То есть, любой игрок онлайн-игры заходит на этот остров, знакомится с предвыборными предложениями Байдена, обменивается мнением с экспертами, которые находятся на этом острове в виде виртуальных персонажей. И как это регулировать? У нас в России сейчас тоже таких инструментов нет, поэтому надо очень серьезно над этим думать. Как вы думаете, это вообще возможно отрегулировать вот эти процессы? Это вообще... Есть какая-то схема, что по ней можно было бы отрегулировать, принять законопроект, который будет позволять это сделать? Что я могу сказать? Дорогу оселит идущий. Сейчас кодифицированного законодательства в области именно того, что я описал, взаимодействия в виртуальной работе, в виртуальных сетях и в интернете, его не существует ни в одной стране мира. Но законодательство совершенствуется, и рано или поздно кодификация произойдет. Сейчас просто мы на всей планете вырабатываются определенные законодательные акты в ответ на какие-то новые ситуации в этой сети, в виртуальной сети. Что думаете, это реально такое? Когда-то будет отрегулирован действительно процессы в интернете, будут отрегулированы на законодательном уровне? Все процессы отрегулировать невозможно. Точно так же, как законодательство сейчас, которое вне виртуального поля, мы прекрасно понимаем, что в ней есть бреши. И в каких-то частных случаях оно не совсем удовлетворительно работает для разных участников этого юридического процесса. Но, тем не менее, в какой-то степени, безусловно, это будет сделано. Уже сейчас это происходит. Например, в 2015 году был принят закон, так называемое право на забвение. То есть, если человек, который имеет аккаунт в интернете, считает какую-то информацию нерелевантной или неверной, он может обратиться к интернет-порталу, который владеет этой информацией, и к поисковикам с тем, чтобы удалить выборку по той или иной информации из сети интернета. Если поисковик или интернет-портал этого не делает, в заявительном порядке, то через суд они обязаны это сделать. И это происходит, это работает. Вы можете на себе проверить, написать заявление в Яндекс, в Гугл, по электронной почте письмо, что такая-то выборка, ссылка, удалите ее, пожалуйста. Они должны это сделать. Вы упомянули не только базы данных, персональные, которые бывают, что их воруют, ими пользуются незаконно, а еще интернет — это же место для того, чтобы пропаганда, экстремистские какие-то действия пропагандируют. Что можно сделать, на ваш взгляд, на законодательном уровне, каким образом отрегулировать этот процесс? Это очень сложный вопрос. И если бы я дал вам на него сейчас исчерпывающий ответ, то, может быть, мне дали бы какую-нибудь премию мира. Это происходит сейчас. Люди над этим думают, эксперты размышляют. Конечно, информации много, как я уже говорил в сегодняшней программе. Информации очень много. И не всегда она достоверна. То есть тут прежде всего нужно самому критично относиться к тому, что тебе дают. То, что мы едим, в том числе и в плане информации. Сейчас происходит что? Если в интернете написано, значит было. Если в интернете не написано, значит не было. И тут очень сложно доказать реальность того или иного события. Даже этим летом общался с людьми старшего возраста. Они отработали на госслужбе, работники культуры. Даже одна дама работала в СМИ. И то они очень сильно доверяют тому, что написано в соцсетях, не перепроверяя информацию. То есть законодательно заставить людей перепроверять информацию, которая выложена в интернете, невозможно. Право каждого человека читать информацию релевантной или нерелевантной. В законодательном плане закон о фейковых новостях, о фейковой информации активно сейчас прорабатывается с тем, чтобы нерелевантные люди, интернет-порталы и люди, которые выкладывают недостоверную информацию, несли за это наказание. В настоящее время любой человек или организация, учреждение, читающий ту или иную информацию недостоверной, может обратиться в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ресурс. И этот ресурс должен быть заблокирован. Здесь не только идет речь о недостоверной информации, речь идет о призывах к массовым беспорядкам, несогласованным акциям, пропаганде насилия, жестокости, в том числе нецензурная брань. Но здесь возникает тонкая грань, что считать нецензурной бранью, что считать цензурной бранью. Тут уже зачастую через суды обращаются к лингвистическим, к услугам лингвистов, экспертов, которые оценивают цензурность или нецензурность тех или иных изречений. Здесь действительно сложно давать оценку и бороться с тем, о чем вы говорили в начале передачи, как защититься от нападок в сети. Модного слова, которое пришло к нам с запада, это буллинг. Какое мне приходит в этом случае в голову? Пример. Сейчас очень популярны мемы. Мемы – это информационная структура, которая легко проникает в мозг. Мемы – это не прикольное название, это именно научный термин. Есть даже наука, меметика, которая занимается мемами. То есть такими информационными вирусами, которые проникают в сознание человека. Но я сейчас упрощенно говорю, не надо бояться, что это вирус, они же смешные. Это один из мемов холодной войны, например. Тогда еще не было интернета. Империя зла. Всем знакомое словосочетание. Мы прекрасно понимаем, когда произносим «империя зла», какая страна имеется в виду. Это наш дорогой, любимый союз советских социалистических республик. Рейган, по-моему, придумал. Рейган – такой креативный человек, он же из актерской среды. И мем этот прилип к стране. В то время как какая же интересная страна применила ядерное оружие, единственное на планете. В военных целях нет. Там не испытания, там не что-то. Соединенные Штаты Америки. Мем родился в Соединенных Штатах Америки. Прилип к Советскому Союзу. «Империя зла СССР». А Соединенные Штаты, получается, у нас молодцы. И гегемонт демократии на планете. То есть, это о том, насколько опасны мемы. И сейчас уже тут надо думать о контрпропаганде, наверное. То есть, скорее всего, это уже идет в поле информационной борьбы, информационного воздействия. Я не могу сказать, что это, наверное, какие-то страны определенно этим занимаются. Скорее, тут идет комплексная работа всех глобальных компаний, корпораций, которые зарабатывают деньги в интернете, ну и в том числе в практических технологиях. Потому что глобальные корпорации, они не ограничены. Вот мы видим Facebook, например. Мы думаем, что это социальная сеть. Это верхушка айсберга. Но Facebook – это огромная компания, которая вкладывается в ресурсные компании, которые добывают ресурсы, которая вкладывается в технологические компании, которые разрабатывают от экзоскелетов и роботов до компаний, которые занимаются биотехнологиями и чипами, которые вживляются в голову. Вспомним Илона Маска. Они недавно вживили шимпанзе в голову чип, который позволяет ей играть в компьютер. То есть счастливая обезьянка сидит, усилив мысли, играет в компьютер. Все в жизни прекрасно. Руки используем, лапки только для бананов. Больше делать ничего не надо. И эти компании, им очень интересно влиять на общественное мнение, в том числе и на спрос через свои интернет-ресурсы. В том числе это влияет и на политику стран, в которых они работают. Ну, простая ситуация. Я сейчас фантазирую. Нужен им ванадий. И они работают в определенной стране с тем, чтобы изменить спрос внутри страны, разрушить, например, отрасль, которая внутри страны потребляет ванадий, чтобы завод, который он производит, перенаправил свои потоки куда им надо. Я гипотетически сейчас просто вот из пальца высасываю пример. И как это расценивать? Получается, как такая необъявленная экономическая война. И нам ее объявляют не страны, а просто компании, которые ведут бизнес. А что делать? Не регистрироваться в этих соцсетях, игнорировать их, удалить все аккаунты отовсюду? Ну, ни в коем случае. Если в интернете ничего не написано, значит ничего и не было. Мы вынуждены все больше и больше погружаться в интернет. И сейчас скорость общения высокая. Нам проще узнавать информацию о событиях или о наших близких людях через интернет. Ни в коем случае не надо этого делать. Вы же сами видите, насколько ускорилась наша жизнь с приходом телефонной связи, потом мобильной связи, потом интернета. Очень много проблем решаются по щелчку пальцев. Взять, например, многофункциональные центры. Это же прекрасно. Интернет-площадка госуслуги. Она с каждым месяцем становится все насыщеннее, все удобнее. И все больше услуг можно сделать именно там. Даже охотники, как я понимаю, рыбаки сейчас могут оформить лицензии через интернет. Не надо никуда ходить ногами и тем более прилетать из деревень. Надо просто внимательнее относиться к тому, что мы выкладываем. И быть в принципе к себе внимательнее. Дисциплинированнее. Если в обычной жизни, вне виртуального общения, мы не позволяем себе, например, резких высказываний, грубых высказываний, необдуманных высказываний, зная, что их услышит не один человек, а несколько. И тут же будет дана этому оценка. А мы же социальные существа. И нам важно то, как на нас реагируют другие члены социума. До настоящего времени личность в интернете зачастую все скрывали. Редко кто открыто писал со своих аккаунтов. Ну, если только не информационный аккаунт, или какой-нибудь живой журнал. Это старый термин, что-то я мамонт уже вспомнил-то. Сейчас скрыть свою личность стало гораздо сложнее. И люди отвыкли от того, что нужно соблюдать правила этики. Нужно правильно писать, без ошибок стараться пользоваться русским языком или английским. Сейчас на новояз переходят и вот такие слова используют. Не совсем литературные. То есть в интернете общение ушло на, как это сказать, на социальный уровень ближе к маргинальному. Ну, это бытовой такой уровень, мне кажется, все-таки. Нет, бытовой уровень все-таки мы... Разговорный такой, но не совсем маргинальный. Разговорный уровень, да. Но мы сейчас говорим о буллинге, о гонениях в сети, о нападках. Это уже ближе к маргинальному. И зачастую там используется абсценная лексика. Ну, естественно, матерная и все остальные слова. Ну, мы же цивилизованные люди. У всех есть среднее образование. Если мы общаемся в жизни достаточно культурно друг с другом, то, наверное, стоит это делать так же и в сети. И это поможет нам уберечься от многих проблем, которые в связи с этим возникают. Вот были случаи, когда еще в том году, я сейчас точно не вспомню, какой-то чат школьного класса. И то ли учитель, то ли кто-то из родителей что-то сказал так, что одному из участников этого чата не понравился. Так папа этого ребенка пришел и стал бить лицо человеку. Да, но это не в Наринмаре было. Нет, естественно, это было не в Наринмаре. Я читала. Но до какого состояния мы доходим? Опять же, если бы это было сказано на собрании родительском вживую, ну, во-первых, вряд ли бы это было сказано, и два, вели бы себя все гораздо цивилизованно, потому что мы находимся среди других людей. А когда человек в интернете, он один на один с этим интернетом, он не видит своего собеседника, и рамки поведенческие немного расширяются. Теряются, я бы сказала. Теряются, да. Расширяются, а теряются. Здесь в загонодательном плане, мне сложно сказать, как бы развивалось совершенство неправых механизмов. Над этим сейчас эксперты размышляют. Сейчас очень сложно за буллинг наказать кого-то. Это очень сложно. То, что, допустим, в наших местных соцсетях происходит, и оскорбление тоже. То есть наказать кого-то, это практически нереально, когда тебя оскорбляют, а ты защитить свою честь и достоинство практически не можешь. В общем, я думаю, можно это делать. Вот, кстати, одна из последних ситуаций, все уже наверняка знают, высказывание Джо Байдена, президента страны, Соединенные Штаты Америка, о нашем президенте Владимиру Владимировичу Путине. Владимир Владимирович сделал великолепную вещь. Он ответил, что готов поучаствовать в публичных дебатах и обменяться мнениями, ответить на вопросы друг другу. Но это должны быть онлайн-дебаты. И даже предложил два конкретных дня, когда это будет удобно сделать, в любое для Соединенных Штатов Америки время. Потому что у нас разные часовые пояса. На что администрация Джо Байдена ответила, что мы не будем. Мы и так по телефону общаемся, нам этого достаточно. Что касается соцсетей, почему будем воспользоваться тем же методом? Про людей пишут, что они принимали участие в тех или иных событиях. Можно где-то встретиться очно и обсудить с авторами этих сообщений, почему они написали такую информацию, что происходило на самом деле. К сожалению, авторы этих сообщений предпочитают быть анонимами и скрываются за разными псевдонимами, никнеймами и так далее. Я об этом говорю, что очень сложно найти. Никто этим не хочет заниматься. Наши структуры все правовые, они не очень заинтересованы. Структуры правовые занимаются этим, но, к сожалению, пока есть и технические, и юридические сложности, которые этот процесс не делают очень простым и быстрым. Но они занимаются. Я уверен, что с совершенствованием законодательства эта работа будет делаться проще. Максим Николаевич, вы несколько раз упомянули, что надо скептически относиться к информации в интернете, надо ее проверять. Скажите, вы лично, когда сталкиваетесь с какой-то информацией, какая информация заставляет, уже не все подряд проверяете, правильно? Вы проверяете какую-то определенную информацию, если вы ее получаете. Что вас лично заставляет проверить информацию из интернета? Какие вот есть такие маячки, которые сигнализируют, что надо проверить? Ну, самый простой маячок, ну, опять же, не скептически, а критически. Критически относиться к информации, ну, к любой, в том числе, даже из учебников, там тоже бывают ошибки, опечатки. Простой маркер. Если я эту информацию хочу куда-то транслировать дальше, другим людям, то обязательно я ее перепроверю. Как вы проверяете? Меня же первого уличат во лжи или в недостоверности эту информацию. Ну, я делаю максимальную выборку в интернете, к сожалению. Я не иду в библиотеку, а изучаю информацию в интернете до того, как я начинаю спрашивать экспертов. Потом, если я понимаю, что мне не хватает того, что я получил из интернета или, например, из юридических баз данных, гарант, консультант и так далее, то я иду к экспертам в этой отрасли. Спрашиваю их мнение по поводу этой информации и интересуюсь, не прошу их подсказать, где можно ее перепроверить. Ну, естественно, знакомые, специалисты, опять же, в определенной отрасли. Если это касается медицины, я спрашиваю медиков. Если касается социальных каких-то вещей, то тех, кто работает в департаменте социального обслуживания. Как часто вам приходится проверять информацию? Ежедневно. Доходит даже до того, что, например, я читаю какие-то новости в интернете, нахожу что-то интересное и думаю, было бы неплохо, например, в своем инстаграме эту информацию осветить, чтобы в интересный случай, и, в принципе, это было полезно. Лезу перепроверять. На третьей ссылке оказывается, что все совсем было не так. Хотя вот на этом интернет-ресурсе преподнесено, оно было зелененькое, а на другом интернет-ресурсе, оказывается, это не зелененькое, а розовенькое, серенькое и серого малинового крапинка. То есть, ну, чтобы таких кассов не происходило, надо самого себя перепроверять. А сколько у вас подписчиков в инстаграме? Слушайте, ну, 250, по-моему, что-то. Немного, я не очень медийная личность. Ну, то есть, ну, вашу информацию в инстаграме можно ей доверять, раз вы ее проверяете, транслируете, уже проверено. Да, ну, опять же, если кто-то заметит неточности, я готов исправляться. То есть, опять же, те ресурсы, на которых я перепроверяю эту информацию, тоже могут иметь ошибки. Максим Николаевич, вот еще вы упомянули о том, что у нас больше всего подвержено влиянию интернета, и в том числе негативной информацией, которая в интернете выкладывается, которая идет в интернете и трэш-стрима, это молодежь, конечно же. Как вы считаете, что делается на законодательном уровне, и что можно сделать для того, чтобы уберечь нашу молодежь от... Ну, и родители, понятно, молодежи тоже от негативного влияния этих процессов? Ну, прежде всего, ну, те шаги, которые предпринимаются сейчас в этом направлении, они верны. Это определение ресурсов, которые несут некачественную, негативную, ну, или, в принципе, информацию опасную для любого, человеку любого возраста, эти ресурсы прекращают свою работу, информация удаляется, ну, и они несут, владельцы этих ресурсов, и компании несут определенные наказания. Максим Николаевич, вы уже упоминали о том, что самый незащищенный слой населения – это молодежь, да, которая попадает под влияние вот этих экстремистских различных призывов первыми, да, трэш-стримы тоже они первые попадают. Как вы считаете, что на законодательном уровне можно сделать, какую работу можно проводить, чтобы защитить нашу молодежь от негативного влияния интернета? Я немного не согласен с тем, что они самые незащищенные. Они скорее в силу своей молодости, пассионарности, активности и пытливости, наоборот, они потребляют информацию очень быстро, впитывают как губка. Но, к сожалению, информация не всегда правильная. Они ее не проверяют, в отличие от вас, они ее съедают просто. Ну, я много на этом копий поломал, поэтому я уже сам себя перепроверяю. Что можно сделать? Ну, категоризируется информация, которая будет считаться недопустимой к публикации на интернет-ресурсах. Это и на видеоинтернет-ресурсах, на аудио. Сейчас в социальной сети Clubhouse появилась аудио, где просто люди разговаривают, обсуждают те или иные темы. Составляется список такой информации, запрещенной к публикации. Соответственно, если она появляется на интернет-ресурсе, она должна автоматически удаляться. Ужесточается наказание для интернет-ресурсов, которые эту публикацию или этот стрим проводят. Ужесточается, вернее, сейчас уже вводятся нормы по административному и уголовному наказанию персонажей и лиц физических, которые эту информацию публикуют. То есть закон, он дисциплинирует человека. Мы же люди все свободные, если бы закона не было, то жили бы кто в лес, кто под дрова. Но зная о том, что наказание за тот или иной проступок неотвратимо, мы, тем не менее, как бы ни хотелось, сдерживаемся и ведем себя в рамках закона и в рамках приличий. Соответственно, как только людям, которые, и компаниям, и персонажам, которые работают в виртуальной среде и в сети интернет активно, будет понятно, что законодательство есть, что органы, которые этим занимаются, следят за интернетом и в виртуальным пространством пристально и реагируют моментально, то таких вещей будет появляться меньше, конечно же. Но никто не застрахован. То есть это будет происходить. Но мы на чеку. Отлично. Спасибо, Максим Николаевич. Наша передача подходит к концу. Я напомню, что мы говорили об безопасности в сети интернет, и в гостях у нас был заместитель председателя собрания депутатов Максим Арбузов. До свидания, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»